Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Лара Дмитлара. Сегодня воскресное утро. Кто-то еще спит. Если вы посмотрите, то спят вообще все. Вообще все. А потом люди проснутся, потому что утро выходного дня. Попьют кофе дома или сразу поедут на турецкий завтрак. У кого как. И день будет проходить по-разному. Кто-то будет купаться, кто-то читать книгу, кто-то пойдет по магазинам. А я сегодня поеду. Кто спать, а вы все за мной поехали. Они дают почему мне в Турции жить? Потому что вокруг столько красоты. Какой образ жизни я вела у себя дома в России? Вышла, села на машину, доехала там по работе, доехала в магазин, доехала к подруге, опять вышла, села в машину, доехала домой. Иногда были кино, театры и все. Считала, что такой жизнь не должна на диване, возле телепитера. Конечно, по праве, часто после долгих походов, после долгих прогулок, я прихожу домой и думаю, где мой бедный диванчик, как хорошо нам было с ним. Но утром, когда просыпаешься, опять ощущаешь такой заряд бодрости, что опять готов к новым каким-то свершениям. Я для себя понимаю, что прежней жизни, какая у меня была, уже не будет. Сейчас наступила совсем другая жизнь. И я день потихонечку готовлюсь. Очень благодарна девочкам, что они сейчас не оставили меня. Они сегодня, потому что сегодня я думала, поехать, не поехать. Ну, и комета до сих пор не получила, и поэтому я очень сильно подогналась. Очень сильно. Ну, короче, я была готова остаться дома и дома опять переживать. Но мне сказали, поедем. А здесь все изменилось. Все, от той моей прежней жизни не осталось и следа. У меня нет абсолютно времени сидеть перед телевизором. У меня нет машины, и поэтому я всюду хожу сама. И если раньше, допустим, каких-то, я не знаю, километров для меня было убийство, я даже мыслить не могла о том, что я пройду километр, то теперь, когда мне говорят, ну, там-то встретимся возле часов, я думаю, ну, да, хочу вам сказать, что жизнь моя полностью, все стало по-другому. Теперь каждый выходной у нас поездки в какие-то красивые места. А местных, вы сами знаете, сколько здесь, да, что, ну, я не устаю, не устаю удивляться и удивляться. И сегодня наш завтрак будет на речке. Она называется Сападере. Это Сападере-чай, если переводить на турецкий. И едем мы сегодня с вами на каньон Сападере. Он в 60, в 50 километрах от Махмутлара. Вот указатели, конечно, все есть. Там прямо, когда мы ехали по федеральной трассе в сторону Мерсина от Махмутлара, там прямо указатель, поворот налево, каньон Сападере. Так что вы не пропустите. Сюда идут рейсовый автобус. Не рейсовый автобус, но автобусы из Махмутлара, из Алании. Если захотите, можно всегда приехать. Ну и, конечно, есть экскурсии. Вот, а мы начинаем потихоньку распаковываться. Будет у нас сегодня завтрак здесь. Видите, на таком красивом месте. Очень рады, что, как и любое серьезное дело, все всегда начинается с завтраком. Вот и у нас этот раз завтрак будет на берегу вот такой реки. Вот такой к нам сегодня приехал берег. Тепло было запаковано. Везли, как ребенка в машине. Господи, девочки, надо так запаковать-то. Зато он теплый. Горяченький. Вчера целый вечер девочки его стряпали. Ну прям там целый вечер. Маша, целый вечер, да? Нет, девочки, там быстро. Ну полчаса, девочки. Ого. Полчаса. Так их прям несколько, что ли? Три штуки. Первый щеб. А, это их три. Пришли к нам уточки. Маша их кормит. Смотри. Огородные. Представляете, остановились сейчас вот вдоль дороги Прямо везде были горы, горы, горы А здесь, оказывается, вот такая ярмарка Что очень интересно Что так разложено все, так чистенько Что это за 1 доллар 1 феврал Конечно, все так красиво А чьи, варлаки, сюту Ну вот, мы с вами приехали в каньон Сападире Много раз, когда я бывала в Турции У туроператоров я видела эти туры И всегда думала съездить, не съездить И вот, уже живя здесь, я приехала Сегодня здесь туристов мало Ну вообще, наверное, там 2 или 3 машины всего стоит И мы Хотела сказать, что в то время, когда я покупала туры Из Аланья, ну вот, допустим, чтобы ехать сюда Тогда я смотрела И сюда тур стоил 15 долларов Вот в каньон Сападире Здесь совсем недалеко от Махмутлара Где-то в районе 50-60 километров Дорога замечательная Правда, вот последние, там, наверное, километров 10 Она такая, как у них все Петляет, петляет вокруг гор Ну, сказали, что водители здесь, конечно, асы И поэтому, ну, кого попало, не возьмут Поэтому можно ехать без опаски Ну, а мы сейчас пока нет никого Прям вообще никого Так здорово Я прям люблю, когда не торопясь Когда никто тебя не подгоняет Сейчас все рассмотрим И я все покажу вам Ну, все, пошли за мной Понятно, что в пик отпусков В сезон Здесь, видите, сколько много столиков Прямо на берегу реки Река, как мы говорили с вами, Сападире Народу здесь, конечно, море А сейчас вот только одна там пара Мужчина с ребенком сидит Вот, видите Галич, все чисто, аккуратно Вот, смотрите, отовсюду Падает вода сюда Он ко мне даже пришел Пришла собачка пить воду Вот, видите, здесь тоже все Это вода Вода абсолютно чистая И вот она туда Еще фильтрация сквозь песок Сквозь камни И пошла еще в одну Вот такие ступени сделаны Красиво Осень Хочу вам заодно показать И туалет Туалет здесь во всех таких Общественных местах У них бесплатный Вот висит Есть камера Что ничего страшного с вами Здесь не произойдет Вот так все Сейчас я вам Сниму, как это там внутри Женские, мужские Вот, смотрите, даже здесь Еще показывают Туалет в горах В каньоне Сападерега И тут у нас везде Мраморные стены Да Чистые раковины И есть Мыло Рыба Эта рыба Называется Алла-балы Речная рыба Видите, да Сколько я там Здесь тоже везде Сувенирные лавочки Но Никого Кроме нас Здесь нет Только листики И сейчас Здесь, конечно, пусто Вот, смотрите Все пустое Все столы Пустые, да И здесь Целое такое кафе Все пустое Не сезон Но, несмотря на то, что Нет никого, да Видите Они все равно подготовлены У них мороженое есть Есть такое мороженое Вдруг кто-то приедет И вот Люди работают Что все тоже есть Вот он Сападерея Каньона Или написано Долина По-русски И мы идем туда Вот самый вход В каньон Вот хотел вам показать Что дорожка Здесь прям Очень удобная Для любых Ножек Вот Работает каньон С 8-30 До 17-30 Вот А В сезон До 16-30 Вне сезон В сезон до 17-30 Вне сезон до 16-30 Но все равно работает Ну все И мы с вами пошли Спросите Зачем вам надо Это Ну Я уж не говорю Для общего развития Природа Если вы смотрите Природу родного Края вам не нравится И вам все нравится То почему вам Не понравится Природа Земли Пускай этот Край в другой стране Поэтому В любом случае Будем с вами Смотреть Здесь все И очень удобные Мостки И очень удобно И прям Очень Как Прям Крепкие Такие поручни Что тут Можно не бояться Даже не его Почти не видно Вода Конечно Прозрачнейшая Еще Хотела сказать Что мы Когда поднимались Наверх Тут Немножко Дорога в горы Ну В горку Скажем так Но вы все Помните Что с моим весом Это Уже был подвиг Да Есть Надо меньше Согласна Вот Но здесь Вот я Почему Начала Здесь Идешь И вот От прохлады От воды И сразу Усталость Как рукой Снимает Смотрите Как красиво Тут везде Такие Перекаты Вот Здесь Видите Специальный Спуск И Летом Когда Жара Ну И Здесь Туристы Могут Иступаться Потому что Там Глубоко Там Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 6,5 метров глубина. Представляете этой красоты? Ой, как здесь красиво! Ребята, побывайте, не поленитесь, ехать недалеко, билеты недорогие, и вы увидите вот такую красоту. Летом здесь, я думаю, вообще обалдеть, когда на улице жара, там 40 градусов, сюда приезжают люди, да? И здесь же можно целый день где-то там, я найду вам какое-нибудь место для стояночки, побыть, покупаться. Ну, как красиво! А тут она под мостиком переходит и пошла с другой стороны. А вот здесь, смотрите, ступенечки для тех, кто хочет покупаться. Смотрите, там даже железные скобы есть. И вот в этом бассейне туристы летом купаются. Ну, хочу сказать, что несмотря на то, что здесь пасмурно сейчас, да, ну, солнца прям даже не видно, но здесь так тепло. Вот, знаете, и идет тепло, как от печки. Вот прям тепло так жаром дает. Вот, наверное, нагрелись камни. Ну, представляете, как тут прикольно. Я думаю, как тут прикольно летом. Вот там солнышко где-то. Смотрите, тут водопадик за водопадиком. А дальше Тоже водопадики. Водичка чистейшая, конечно. Тоже водопадик за водопадом. Тоже водопадик за водопадом. Вот, а здесь смотрите, каньончик, да, и прямо на другой стороне каньона, сделано кафе, молодцы, отверху горы, здесь можно посидеть, попить чайку, передохнуть и продолжать любоваться красотой, а тут внутри еще играет музыка и фонтан, представляете, вообще как классно, сейчас нет никого кроме нас, но, а попить есть все, и коктейль, и чай, и бира, и все. О, смотри, как тут высоко, и прямо вот так я снимаю, задрав голову. А мы немножко передохнули здесь и пошли дальше, народ потихоньку идет, тоже прибывает народ, видите, как надвинулась надвинулась прям над дорожкой. Вот, посмотрите, дерево берет начало в воде, а наверху-то все равно зеленые листья. Как оно так? Все корешочечки. Представляете, до чего природа чудесница? О, как красиво! Я немножко покажу, что здесь. О, как красиво! О, как красиво! Осторожно, что он головой туда Полонно Пока мы тут стоим, мы снимаем его, мужчины Вода, конечно, очень-очень холодная Субтитры делал DimaTorzok На обратной дороге вышло солнышко, ну, повернулось сюда И все, смотрите, как заблестело, засверкало Прям вода такая блестит, так не передать Но она прям вся блестит, блестит, блестит Здесь по дороге в каньон очень много вот таких скворечников На многих, на многих деревьях Вот здесь еще, вот там дальше видите А мы пошли здесь посмотреть гусей Вот, смотрите, как тут красиво У них для них домик гусиный И вот они Сейчас, если они нас не погонят отсюда Ну, представляете, для них домик И даже на окошечке цветочки Вон, пошли Вот здесь они загорают А здесь сделана вот такая запруда Видите И еще один у них летний домик Листья какие красивые Ну вот мы, дорогие Так у нас сейчас прошла наша поездка в каньон Сападери Машин прибывает Машин становится много Как я вам уже сказала Народу в самом каньоне тоже много Потому что приезжают уже экскурсионные машины, джипы Вот А я, как всегда, приглашаю вас Подписывайтесь на мой канал Читайте мои посты в Инстаграм Ну, а я, как всегда, остаюсь с вами, ваши Надеюсь Ну, во всяком случае, пока в Турции Все, до новых встреч